В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Караганда отпраздновала 69-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. 75 лет карагандинскому отделению железной дороги. Карагандинцы рассказывают о своем отдыхе. Сотни карагандинцев пришли поздравить ветеранов и тружеников тыла с 69-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Амина Смакова проложит. Первым торжественно поздравил ветеранов глава области Вауржан Абдишев. Сегодня по всей нашей стране казахстанцы приходят к вечному огню, чтобы возложить цветы, вспомнить павших защитников и героев. Сказать им спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье. У вечного огня собрались все. Все те, кто чтит память, те, кто подарил нам светлое небо над головой. Военные горожане и самые главные виновники торжества – дорогие ветераны. У каждого из них своя история. Кто-то трудился в тылу, а кому-то приходилось с оружием сражаться за родину, за своих близких людей. Труженик тыла Александр Тимофеев родился в 1935 году. Работать начал в восьмилетнем возрасте. Военные годы вспоминает с болью. В памяти осталось все. Но самый главный день запечатлялся у тыловика навсегда. День, когда объявили об окончании войны. Репродуктору говорят, война окончилась. Все люди заплакали. Все люди заплакали. Понимаете? Это вот было такое сообщение. И прыгали, и плясали, и плакали. Все это я сейчас даже не могу. У вечного огня было сказано много теплых слов и пожеланий. Множество людей непрекращающимся потоком подходили к мемориалу и возлагали цветы. Почтить память пришла организация «Бессмертный полк». Это сообщество людей, у которых родные были участниками Великой Отечественной войны. В организации хранится вся информация о солдатах, их истории. Директор «Бессмертного полка» Оксана Алжабаева каждый год приходит к вечному огню. В руках у Оксаны фотография родного дедушки. Это мой дедушка Левченко Федор Никифорович. Он старший лейтенант, там закончил войну, прожил 91 год, в 2006 году умер. Но вот я чту его память и вышла на площадь с его портретом. В честь ветеранов играл оркестр. Молодые офицеры, будущие военные, прошли перед героями Великой Отечественной войны строевым маршем. Также более 15 ретро-машин и мотоциклов прокатили всех желающих, чтобы последние смогли окунуться в атмосферу того непростого, но великого времени. В День Победы каждый карагандинец отдал дань уважения дорогим ветеранам. Амина Смакова, Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Праздничный концерт в честь 9 мая прошел в Парке Победы. Для ветеранов городские власти подготовили много приятных сюрпризов. Подробности у нашего корреспондента. Парки Победы не протолкнутся. Казалось, что в этот день здесь собрались все жители Караганды. Всем хотелось поздравить и пожать мужественные руки ветеранов. Для них была подготовлена хорошая концертная программа. Исполнялись любимые песни о Победе, были поставлены небольшие сценки из военного времени. В глубине парка были установлены палатки, где богато накрыли столы. Баужан Абдишев и Мирам Смогулов заходили в каждую и поздравляли героев Великой Отечественной войны. Возле палаток ходили актеры, которые обыгрывали небольшие моменты жизни 1941 года. Солдаты с ружьями, раненые, но счастливые бойцы. Все, как было тогда, 69 лет назад. Баянист старался вовсю. Люди завороженно слушали знакомые мелодии. Все, кто хотел, мог песней поздравить ветеранов с Днем Победы. Каждый пришедший на концерт карагандинец спешил поздравить участников войны. Не скрывая радости и смущения, горожане говорили теплые слова поздравлений. Я хочу поздравить наших дедов и бабушек с 9 мая здоровьем. Их с каждым днем становится все меньше и хочется пожелать им еще 100 лет жить. Поздравил горожан и своих соратников участник войны Панфиловец. Поздравляю вас и желаю вам здоровья на будущее. Всего хорошего вам. Желаю, чтобы не было войны, благополучия, мира, процветания и самое главное здоровья. Если 69-ю годовщину, неполный юбилей отметили так, то можно себе представить, как будет праздноваться 70-летие Победы. Так и нужно, ведь этих героев осталось не так уж и много. Амина Смакова, Айдын Джакан, Бахтиар Успанов, 1-й Карагандинский. В честь Дня защитника Отечества в Астане был проведен военный парад. Карагандинцы смогли увидеть это зрелищное мероприятие в прямом эфире. За празднованием 7 мая в Астане горожане могли наблюдать на всех светодиодных экранах города. Желающих посмотреть военный парад собралось немалое количество. Всем хотелось посмотреть, что же покажет северная столица в День защитника Отечества. К участию в мероприятии были привлечены парадные расчеты Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, пограничные службы Комитета национальной безопасности и Республиканской гвардии, а также военная техника и авиация, Минобороны, МВД и МЧС Казахстана. В торжественном марше пеших колонн были задействованы более 2,5 тысячи военнослужащих. Из них полторы тысячи – личный состав вооруженных сил Республики Казахстан. Также приняли участие 250 единиц техники и около 600 человек из числа экипажей и десантов. 7 мая была продемонстрирована военная техника и авиация Минобороны. МВД и МЧС. Летальных аппаратов было более 70. Авиационная группа ЖТСУ намерена показать фигуры высшего пилотажа, петлю Нестерова и Байтирек. Людям в этот день также были представлены изделия, производимые для силовых структур Казахстана, приборы ночного ведения, тепловизорные прицелы, бронежилеты различной модификации, а также другие средства индивидуальной защиты. Все это репетировалось и выставлялось на всеобщее обозрение для того, чтобы казахстанцы видели, что их отечество надежно защищено, а наши военные всегда на чеку. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Херкюль. Торговая марка Galvin представляет Эконом-серия профиль Galtec 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система – профиль Galvin. Профиль Galvin 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Galvin 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin – морозостойкий, надежный, прочный. В Центральном парке отметили День защитника Отечества. На главной площади на сцене солдаты исполняли песни на государственном языке, демонстрируя свою любовь и преданность Родине. Подробнее об этом в следующем сюжете. В праздновании Дня защитника Отечества приняли участие все войсковые части Министерства обороны, Министерства внутренних дел и ЧАЭС. Цель проведенного мероприятия – воспитание казахстанского патриотизма, призыв к службе в армии. 7 мая – это праздник патриотизма, праздник мужества. Всех поздравляем с этим праздником. Солдаты из разных частей исполняли песни, за которые, кстати, получили соответствующие награды – дипломы. Ведь в этот день, помимо празднования 7 мая, подводились итоги конкурса военной патриотической песни. Все получили призы по различным номинациям. Для солдат подготовили грамоты, а для горожан – солдатскую кашу и чай, которые бесплатно раздавали в специально установленных палатках. Все служащие поздравляли друг друга с этим днем. Пожелать всего самого наилучшего, крепкого здоровья, мирного неба над головой, а также призвать всех мужчин защищать Отечество. К аргандинскому отделению железной дороги 75 лет. Свой знаменательный юбилей железнодорожники отметили с большим размахом. В их Дворце культуры прошел галоконцерт, организованный работниками предприятия. В этот день участники галоконцерта, представители предприятия региона, поздравляли карагандинских железнодорожников 75-летием образования карагандинского отделения дороги. Вот одной из них сегодня проводится смотр и конкурс самодельных коллективов наших станций, предприятий. Фактически приняли участие все узлы. И вот сегодня галоконцерт. Целью этого смотра было, чтобы возвратить те традиции, которые у нас были. Сцена была оформлена празднично. Торжественные фанфары поднимали настрой собравшись. Прозвучали вокально-хореографические композиции. Железнодорожники не только отлично трудятся, но и весело танцуют и талантливо поют. Сегодня после продолжительного перерыва лет 5-7 вновь у нас идет галоконцерт смотра художественной самодеятельности железнодорожных предприятий карагандинского региона. И сегодня очень интересный концерт. Все работники, которые задействованы в предприятии железнодорожного транспорта, показывают все, на что они способны. Последнюю декаду апреля месяца профессиональной жюри просматривала программы самодеятельных коллективов предприятий. Под вечер прошла церемония награждения. Третье место занял комкур «Локомотив». Второе – узел станции «Балхаш» и первое место – карагандинское локомотив-депо. Молодежный фестиваль корейской песни прошел в Караганде. Он был организован областным филиалом Ассоциации корейцев Казахстана при поддержке карагандинского филиала Ассамблеи народа Казахстана и управления образованием. Фестиваль был посвящен 80-летию шахтерской столицы и 25-летию образования Ассоциации корейцев Казахстана. Отличительной особенностью молодежного фестиваля корейской песни стало то, что в нем могли принять участие все желающие, обладающие вокальными данными и условиями конкурса. Одна из представляемых музыкальных композиций должна звучать на корейском языке. А свои певческие таланты решили показать не только карагандинские корейцы, но и молодые певцы других национальностей. Еще раз подчеркнув, что язык мира, дружбы, взаимопонимания интернационален и понятен всем народам, проживающим на казахстанской земле. Мы едины и этим сильны. Вот главная идея молодежного фестиваля. Финальный концерт оценивала очень представительные жюри, в которые входили известные в Караганде люди. Рымбала Амарбекова, заслуженный деятель культуры Республики Казахстан. Мария Алеева, заведующая секретариатом Карагандинского областного филиала Ассамблеи народа Казахстана. Татьяна Штыкова, главный хормейстер Карагандинского академического театра музыкальной комедии. Но именно становление, развитие суверенного нашего государства позволило вам, молодежи, притворять и реализовать проекты в таких прекрасничных помещениях. Я хочу сказать, чтобы вот эти все мероприятия Ассамблея проводит для того, что мы никогда не забывали, что для нас делали потомки, предки, благодаря вот этой гостеприимной земле, которая помогла выжить многим народам. И сегодня имеем право, как ни в одной другой республике, притворять именно вот такие национальные проекты. В финал прошли 11 участников фестиваля. Только троим из них жюри отдаст предпочтение и назовет победителем. Фестиваль вызвал большой интерес у молодых карагандинцев. Я пела конкурс «Чар номер 9», танцевала и пела. И песня «Ся Рани». Я отлично выступила, я думаю, что выиграю. И правда выиграла. Удивила жюри тем, что выучила две песни на корейском языке и очень хотела их исполнить. Песни сменяли одна другую. Лиричные, ритмичные, грустные, веселые. Главное, они доходили до душ зрителей. На самом деле я уже давно пою и пою на девяти языках мира, но как выяснилось на корейском, у меня не было еще ни одной песни. И когда я узнала, что будет конкурс именно корейской песни, мне захотелось попробовать что-то новое, и поэтому я решила поучаствовать. И песни на девяти языках мира, чему тебя научили? На самом деле все песни примерно одного содержания. На каком языке бы ни была песня, она все равно рассказывает о жизни, о любви, о счастье человеческом или просто о том, как хочется петь. Хорошая песня понятна на любом языке. Если она рождена на вековых традициях народа, то ее понимает каждый, даже самый маленький участник фестиваля. Я еще выступал в Москве, в Краганде. Так у тебя такой большой круиз уже, у тебя есть большой опыт выступления? Не совсем. Какую песню ты сегодня пел? Я сегодня пел, но человеком пел песню на корейском языке. У тебя костюм ты сам делал? Нет, мне мама шила. Вот так от родителей к детям и передается уважение и любовь к родному языку, к земле, которая стала родной многим нациям, проживающим в Казахстане. Мы единый народ. В этом наша гордость и наша сила. Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. В Караганде прошла конкурсная фотовыставка «Мир глазами карагандинцев». Она была посвящена 80-летию города и Дню Победы. Амина Смакова с подробностями. Организатором этой творческой и красочной выставки стала туристическая компания «Карлы Гаш». А, кстати, в этот же день турфирма отметила свое 22-летие. Этот конкурс проводится уже девятый год подряд. Суть его такова. Клиенты турфирмы представляют на всеобщий суд свои фотографии, сделанные в момент незабываемых путешествий. Строгое, но справедливое жюри оценивает фотографии по следующим номинациям. Самое романтическое фото, лучшее семейное фото, я познаю мир, пляжная фотосессия, в мире животных и многие другие. Всего 17 номинаций. Призы за эти снимки весьма солидные. Путевки в Анталию, путевки в Венгрию, аудиовизия всякая аппаратура, холодильники, телевизоры и так дальше. Активное содействие в проведении конкурса оказал областной филиал партии НУР-ОТАН. Вместе с турфирмой «Карлагаш» партия этим конкурсом призывает людей к отдыху, к хорошему и спокойному времяпровождению. Пропагандируем наши казахстанские места отдыха, потому что у нас очень красивая природа. Она ничем не хуже, чем в других странах. И мы привлекаем этой выставкой, показываем, где у нас красивые места, куда выезжают наши карагандинцы. И тем самым помогаем развивать наш туристический кластер. За свои 20 лет существования турфирма приобрела много хороших друзей. Именно поэтому было оказано немалое количество спонсорской помощи для проведения такого масштабного мероприятия. В этом году мы являемся спонсорами данного мероприятия. Спонсоры впервые. Мы сотрудничаем с фирмой «Карлагаш», обслуживаем данную компанию. Предложили нам быть спонсорами такого мероприятия. Мы с удовольствием согласились. Помимо этого общественного мероприятия «Молодой банк» участвует в строительстве детской баскетбольной площадки, которую планируют открыть ко дню защиты детей. Помимо банка в организации фестиваля приняли участие турфирма «Эго Тур», рекламное агентство «Аврора» и фирма «Люкс Телеком» и многие другие. Торжественно открыли мероприятие очаровательной девушки подельного агентства «Артлайн» – участницы конкурсов красоты. Никто в этот день не ушел домой с пустыми руками. Турфирма «Карлагаш» подготовила для своих клиентов множество подарков. Жюри оценивало участников строго, но справедливо. Среди жюри есть профессионалы, есть любители. Я любитель. Я оцениваю, как мне нравится, не нравится. Но, естественно, по тасовке никакой нет. Сука не понравилась фотография. Соответственно, я за нее голосую. Клиенты турфирмы «Карлагаш» с удовольствием приняли участие в конкурсе. К примеру, Галина Янцен через фирму «Карлагаш» побывала в восьми странах мира. Женщина с удовольствием рассказывает нам о своих путешествиях. Галина Янцен в этом конкурсе участвует шестой год. Она и бытовую технику выигрывала, и романтические ужины на двоих. В этом году она выиграла путевку в Венгрию. Несмотря на такой подарок, Галина Янцен убеждена, что все-таки главное в таком мероприятии – само участие. Приз – это приятно, конечно. Никто не скажет, что неприятно его. Приятно, что твою работу отмечают. Но вообще, конечно, само участие, сама вот даже вот эта вот обстановка. Что вот мы пришли, посмотрели. Вот я этот раз, между прочим, отмечаю, что фотографии стали гораздо интереснее уже. А кто однажды принес пару фотографий, с каждым годом приносит их все больше и больше. Людмила Алексеева тому пример. В прошлом году она выиграла путевку в Турцию. О своем выигрыше вспоминает с удовольствием. В прошлом году я участвовала в конкурсе. Классно было. И самый последний билет выигрышный попался мне на тот человек. Мы уехали с моей подругой в Анталию. Было очень классно. Все получили подарки от любимой турфирмы. Люди по очереди выходили на сцену и забирали свои вожделенные призы. Кроме подарков, турфирма «Карлыгаш» в этот день подготовила для своих гостей фуршет и хорошую концертную программу. Глядя на эти интересные фотографии и подарки, аж захотелось скорее отправиться в долгожданное путешествие вместе с турфирмой «Карлыгаш». В этом году на снимках было открыто множество мест, куда еще можно съездить. Ну что ж, посмотрим, чем в следующем году нас порадует турфирма «Карлыгаш». Амина Смакова, Сергей Высокосов, Айдын Джакан, Бахия Руспанов, 1-й Карагандинский. В память о мастере спорта по Казахшио Курьес, кавалерии ордена Курмет Бельгесе, почетном гражданине Жанаркинского и Абайского районов Аманбека Адыханова прошло областное первенство по волейболу. В спортивном комплексе «Жастар» собрались игроки со всех уголков Карагандинской области. Для любителей волейбол распространенные развлечения и способ отдыха благодаря простоте правил и доступности инвентаря. Областной турнир по волейболу проводится в Караганде впервые. До этого спортивные встречи в честь Аманбека Адыханова проводились в районах Щед и Агадыр. В областном первенстве принимали участие 12 команд. Это сборные из работников предприятий, учреждений образования и различных организаций области. Главной целью турнира является пропаганда здорового образа жизни. Здоровый образ жизни – это самое главное. Я хочу пожелать всем игрокам хорошей игры и удачи. Пусть такие встречи проводятся почаще. Команды показали хорошую игру. Важнейшими качествами для игроков в волейбол является прыгучесть, для возможности высоко подняться над сеткой, реакция, координация, физическая сила для эффективного произведения атакующих ударов. Сын Аманбека Адыханова Куат Адыханов тоже принимал участие в соревновании. Говорит, что в организации турнира огромную поддержку оказали отдел физической культуры и спорта города Караганды, родственники и друзья Аманбека Тусубхановича. Надо отметить, что здесь четкого регламента по возрастному цензу, либо каких-либо регламентов здесь отсутствует. В данном турнире могут принимать участие и профессиональные команды, также любительские команды. В основном акцент сделан на любительской команды, которая сформирована именно в районных местностях. И поэтому представлены здесь, можно сказать, и почти все районы Карагандинской области. Победителям турнира присуждались первые, вторые, третьи, четвертые места. Сильнейшие команды были награждены денежными призами и специальными подарками от спонсоров соревнования. Гульнур Жакен, Айден Жакан, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Аман Сауполмстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова